понял васи бемоль ты улетел вот это ощущение инструмента всегда должно быть у тебя друзья сегодня очередной видео пример нашего с учеником пути когда отсутствие каких-то базовых правильных навыков при игре на трубе мешает даже талантливому ученику показать на что он способен и как он может играть показывать музыкальную свою часть и постепенно когда прибавляются вот эти вот базовые навыки он настолько высвечивается что тут же идет на повышение в данном случае поступает в хорошую центральную музыкальную школу в москве кирилл пришел буквально даже года мы не прознимались получается тем летом в середине лета он пришел и вот в конце весны следующий уже он поступает в cmsh 9 месяцев для трубачей это небольшой срок тем более когда речь идет о кардинальных каких-то изменениях в позиции но мы сделали довольно хорошую работу и очевидно заметны результаты как обычно немножко видео из наших занятий для того чтобы вы понимали движение и понимали еще раз что на самом деле причины и проблемы как правило они примерно где-то рядом конечно мы идем каждый раз немножко разным путем но если вы смотрите все примеры на моем канале если у вас какие-то проблемы есть то очевидно что чем больше примеров будет всяких разных тем больше шансов что вы наткнетесь на какие-то свои проблемы и даже отклики и в комментариях и вот людей которые ко мне приходят после того как блок посмотрит и влог посмотрит говорят о том что вам действительно помогают эти примеры какие-то вещи даже без моего прямого участия все равно поправлять и вспомню одну короткую заметку из моего текстового блога на сегодня это прям актуально очень лето самое время для занятий лета у нас началось и вы можете без отвлечения на работу у кого-то отпуска или без отвлечения на учебу у кого каникулы наконец-то заняться планомерным выстраиванием своих занятий обязательно воспользуйтесь этой ситуации потому что очень многие вещи люди не могут сделать именно из-за того что у них все время какая-то болтанка в работе или в учебе сейчас есть время спокойно заняться своими делами обязательно воспользуйтесь этой возможностью смотрим сегодняшний пример у меня нормальный получается дамир фа и соль с очень большим трудом вот смотри ты понял даже я в целом время почти каждый день пытаюсь научиться играть я второй октавы ты играешь берешь вдох потом и вдруг начинаешь вот так вот играть вдох попробуй так сделать штуку сразу вдох и сразу выдох а теперь от до то же самое и наверх спокойненько а ты не переживай так все хорошо мы же учимся легче играть ты еще пока только учишься потому что вот эта вот штука она тебя напрягает а мы на трубе если игра напряженно то у нас вот так играет может не получаться пока да ну смотри почувствовал что у тебя получилось фа и она была несложная здесь она была какая-то такая уж да тут тяжело а тут было легче ты какой-то радостный но я только не понимаю почему ну расскажи что ты думаешь давай еще раз попробуй мне понравилось давай еще разок смотри значит твоя задача не так сильно да ты прям очень делаешь резко соля си до прям вот немножко и плавненько добавить и на этом уже выйти на рай и посмотри как у тебя будет тарак я не носил только не так думаю не так много а а а но все равно сейчас вторая была позвонче и мне кажется все таки полегче хотя в конце потом все равно позвонок видимо дыхание заканчивалось а а а неприятно а а м А ты обычно играешь. Сон-пон-пон-пон-пон-пон-пон-пон-пон-пон-пон-пон-пон-пон-пон. Попробуй соль. Немножко ее дайте нужно вдохнуть, в первую очередь. Смотри. Самое главное – это не выдох. Сначала нужно вдох взять, чтобы было, чтобы дыхать. Вот открой рот и опять, идёт. Прямо просто рот открывай, да, и точно. Топ плеч не поднимай. Вот сейчас у тебя был звук вниз пошел, а было ощущение, что как-то более оно свободно. Вот за этим последнее, это очень маленькая деталь, но вот если ты её сделаешь, у тебя прям может поменяться всё сильно. Потому что пока всё это, конечно, за год он привык вот так. Сейчас вот оно получилось, но не получилось не с первой ноты, а где-то там со второй, с третьей у тебя стало звучать. Но уже это прогресс. А теперь попробуем сыграть ля, соль, фа, ми, ре. То же самое. Вдох. Только не так резко начинать. Может быть даже без языка, просто прям с воздуха. Нажми. Сразу. Нажми сразу. И прям только вдох, выдох теперь думай. А. 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 Ну, конечно, они уже не гнусарики. Они не такие. Соль, фа, ми, ре, да, тут ля, фа, ми, ре. Почему прошу сразу клапан нажать, чтобы у тебя не было такого сразу нажал, потом вдох и сразу пошел сразу с выдоха сразу пальцы нажмите, потом только вдох, выдох О, вот, уже опять звук получше, да? Есть разница? Есть, конечно Ты сам слышишь разницу в звуке или нет? Точно? Потому что это тебе важно знать Что, давай амстрону-то выучим Ну, может, не получается на руках Что? Не получается на руках А на? А, так звуните на тре А, фа, ли, соль Можно и не рефа, а соль Можно даже от любой нас играть Просто от ре она помогла в оригинале Ты не умеешь Не умеешь ре играть? Нет Не умею этой Конечно не умеешь, а мы сейчас и научимся Да, запомнил? Угу Попробуй теперь все соединить Попробуй теперь все соединить Угу Соль, слоль, 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 слоль Соль, слоль, фа, слоль и си вырисовывается а только смотри все что ты играешь учишь дома вот чтоб ты не взял свои песни какие-то дамы там еще какие-то штуки тебе нужно обязательно думать о том как ты берешь вдох хорошо это первое и второе это как у тебя звучит сейчас сейчас еще не тяжело по-моему не особо ну так конечно тяжело но как ты пришел мне кажется будет как-то больно сейчас тяне было довольно свободно но ведь чтобы был делов две минуты выручить и все а до си находится очень близко ничего не надо играть до си до си соль а 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 почти каждый день пытаюсь научиться играть я 2 а м а а а а а а Контролируй силу свою, которая появилась. Это ре, соль, диез. Сыграй до, ре, ми, фа. Ну вот, фа. Попроб все-таки до, ре, ми, фа сыграть, чтобы контроль появился. То есть, сразу фа. А теперь соль, диез. Да, вот смотри. Когда ты играл ее случайно, подожди, ты же не жался. Ты вдыхал, и у тебя получался соль, диез. А сейчас, когда я тебе говорю ее специально сыграть, ты весь жмешься. Понимаешь? Это та же самая нота. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне не нужно, чтобы ты играл просто нотами. Мне нужно, чтобы ты сделал позицию. Только дыханием пробуй это сделать. Соль не надо. Соль до минусу. Кирилл, видишь, какая разница? Только ты за этим должен следить уже, а не я. Тебе на уроках все время об этом говорить. Кирилл, посмотри, какая легкая нота соль. Тяжело сейчас играть? Вообще не тяжело. Вообще не тяжело, понимаешь? А теперь сыграй мне, пожалуйста, фа мажор. Вот с таким же ощущением. Фа, соль, ля, си, до, рэ, ми, фа, соль. Смотри, стоп, 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 стоп. Вот было до, фа, а потом до, рэ, ми, фа, соль. И уже соль тяжело. Но это лучше, это лучше. Вот смотри, за этим надо последить. Потому что очень большая разница. Ты либо уже играешь соль свободно, либо у тебя фас напрягом. Понимаешь? Сыграй до, соль, до, си, ля. Да, теперь сравни с нотой ля, которую ты до этого играл, когда, ну, правда, ты разыгрывался тогда еще. Ну, представляешь, вот какая сейчас ля. А там была ля, вот такая вот нота была. Да? Слышишь, какая сейчас она жирная такая, хорошенькая, плотная? Ага. Слышишь, какая сейчас она жирная такая, хорошенькая, плотная? Слышишь, какая сейчас она жирная такая, хорошенькая, плотная?